Упал жесткий диск со свадьбами. Все падает мне внутри. Будь здоров. Я такая думаю, блин, зачем я это сказала? Сейчас я вам расскажу историю, которая произошла со мной недавно, где я очень сильно оплошалась и рано еще от этой истории у меня не зажила. Хотя все участники процесса, они ничего не поняли. А записалась ко мне на съемку пара с ребенком. Я приезжаю в фотостудию, готовлюсь к съемке. Я на тот момент купила второй фотоаппарат. Старый свой предыдущий фотоаппарат планировала продавать. Захватила с собой в студию, думала, что сделаю ему кадров, нафоткаю его в студии и выставлю на продажу. Я приезжаю в студию с двумя фотоаппаратами. Я приезжаю довольная и счастливая в студию. За 10 минут до съемки я уже та. Я достаю фотоаппараты, собираюсь их включать. И понимаю, что смысла включать их нет, флешек нет. Флешки нету, ничего нету. Я думаю, что делать? В магазин покупать я не успею. Подхожу к девушке-администратору фотостудии и говорю, так и так, флешки нету, нет ли у вас? Она говорит, у меня есть флешка, но тебе она не подойдет. Я думаю, ну как так, флешка и флешка? Обычная флешка. Она достает как бы свой фотоаппарат с флешкой, а там, ну, не HD, вот эти вот, HD они, по-моему, называются. SD, точно. Да, не SD флешки, а там вот такие вот, они большие. Да, вот у меня такого никогда не было. Поэтому я не знаю. Такой, он такой, сколько таких размеров. Ты же это вылезешь. Давай сначала я начну рассказывать. Вот, я понимаю, что флешки нету, зато у меня есть два фотоаппарата с собой. Но эта девушка, администратор студии, за что я ей очень благодарна, она выручила меня, да, в свой фотоаппарат. Она дала мне свой фотоаппарат вместе с своей флешкой, на которой я отснимала эту семейную, семейную пару с ребенком. Фотоаппарат для меня непривычный. Пришлось немножко приложить побольше усилий, чтобы с ним справиться. Но, в общем и целом, я все отсняла. Клиенты остались довольны. Администратора студии я отблагодарила. Короче, короткая история в чем. Я одно время работал здесь, в этой студии, вон там, в лектории, как офис. Сижу за компом, все. Тут, короче, приходит ко мне Альфия и еще девочка. Девочка, которую я когда-то индивидуально обучал. Она подходит, они подходят ко мне, вот так вот держат в руке половинку объектива в одной руке, другую половинку объектива в другой руке. Подходит ко мне вот так вот, говорят. Коля, ты что? Я смотрю, а у меня хорошее настроение. Я там не то играл, не то монтировал. Я такой, объектив. Ну, в смысле, а в чем вопрос? Мне принесли объектив. Я говорю, это объектив. Мне говорят, они говорят, это что, это как? Это как? Я говорю, я откуда знаю, вы мне принесли, это же не я у вас, это не мой объектив. Я говорю, вон там в кармане. Говорит, мы сейчас вот туда. Я говорю, вы как, сломали, вы уронили его или что? Девочка говорит, нет. Я говорю, пришла сейчас в студию. Я говорю, вчера купил этот объектив, полотенник 1,8. Я говорю, вот так вот нажимаю кнопочку. Он говорит, вот так вот фокус, говорит, и вываливается. Это просто офигеть. Ну, я, короче, смотрю, а там пластмассовое крепление для линзы. Оно явно было давно сломано, и на нем так этот, ну, типа клей, короче, остатки клея. Просто мужик, видимо, сломал, уронил или что, и просто соплями там замазал бронистинкой и продал вот так вот просто. Зато просто вот какие люди бывают. Так что будете покупать, вот так потрясите получше объективы. Всем привет, меня зовут Коль, и в дополнение к Кольной истории я хочу рассказать свою историю про объектив. Снимал ответственное мероприятие. В какой-то момент в итоге у меня падает фотоаппарат с объективом со стола примерно вот с такой высоты. Я успел подставить ногу, чтобы хоть как-то смягчить падение, но это не помогло. Объектив, насколько я помню, был 24-70, первые версии 2,8. В общем, я такой посмотрел, все нормально работает. Отснял мероприятие до конца, еще, наверное, недели-две я снимал с этим объективом. И когда приходил домой, я каждый раз раздавался вопросом, почему у меня какие-то смазы, типа, что-то как-то нечетко, не резко. Думаю, может быть, с выдержкой, типа, проблемы, какие-то не те настройки ставил. Нет, поснимал на улице, у меня опять, типа, в эти промахи. Потом додумался, что нужно отнести в сервис. В итоге мне сказали, что объектив ремонту не подлежит. Ну, там он немножко бэк-фронт-фокус был. Не, ну там на самом деле, да, прям чуть-чуть помахивался. То есть, если фокус сюда, он примерно вот куда-то вот сюда попадал. То есть... Ну, можно сказать, да. В целом, все нормально. Мне сказали, что все, объектив можно выкидывать, потому что съехало крупление линз. Я такой, ну, я что, лошара? Мне этот объектив дали на работе, я его как бы еще должен вернуть. В итоге я поставил на дурака его на авито за 40 тысяч, по-моему. Ёб твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. Думал, ну, купь-купь, хорошо. Спустя две недели звонок, можно приехать посмотреть объектив. И я такой, парень, не надо. В итоге, он, подожди, он приезжает вечером, ночь уже, часов 8-9 вечера. Я выхожу, сажусь, сниму машину. Он такой смотрит объектив, спрашивает, все нормально? Я говорю, да, все хорошо. Он такой взял в темноте, просто на фонарик наводит вот так объектив с автопаратом. И типа проверил. Сфоткал, все нормально, типа, все хорошо. Я говорю, а тебе куда, типа, что снимать? Он такой, да я вот из Нижнего Новгорода или Новосибирска приехал. У меня там своя студия, мне нужны, типа, парк объективов. Именно вот такие. Я такой, ну, ладно, всего хорошего сделал ему скидку и быстренько убежал домой. Слава богу, больше он не звонил. Все. Диск у меня упал со свадьбами. Упал жесткий диск со свадьбами. Ну, типа, жесткий, свадьбы были на жестком диске, на HD, HDD. Я не знаю, сколько я прошел кругов АДУ, чтобы восстановить эти съемки, но, слава богу, у меня получилось. Да, то есть она была в обработке, я сажусь обрабатывать, у меня ноутбук на ногах, я встаю, жесткий диск падает и все. Теперь купил SSD, все, его можно ронять, вообще плевать на это. Ну, а сейчас я расскажу самую, самую кринжовую историю, которая со мной случалась и которую я запомню, наверное, на всю жизнь, от которой у меня до сих пор мурашки по коже. У меня в один день было две съемки запланировано. Я был полностью уверен, что у меня между съемками два часа, то есть одна съемка была, допустим, в два дня, другая в четыре. Причем первая съемка была дома у заказчицы. Я приехал со своим светом к ней, у меня там куча оборудования, все настроил. Завершается час съемки, типа, уже примерно где-то около трех часов. Мне звонит, у меня звонит телефон, звонит следующий клиент, у которого у меня следующая съемка в студии. Она спрашивает, вы где? Я такой, понимаю, что что-то не так. Я говорю, как ты? Я еду, скоро буду. Говорит, ну мы ждем. Я только понимаю, что я напутал время. У меня, оказывается, вторая съемка была запланирована не на четыре, а на три часа. У меня все сразу, все падает, блин, внутри. Я просто быстро начинаю собираться, а у меня еще куча оборудования. Мне, чтобы все это собрать, блин, нужно минут 10. Я все это быстро забираю за пять минут. А у меня еще, типа, первая съемка модели, мы, типа, договорились, что я немножко задержусь, но еще пару кадриков сниму. Я говорю, все, уже никаких кадриков. Я, оказывается, напутал время. Я напутал время, мне нужно быстрее собираться, быстрее ехать на студию. Вызываю такси. Такси еще, блин, ехало минут 7. За это время я собираю все оборудование. Потом едем, блин, пробки еще откуда не возьмись, хер его пойми откуда в выходной день. Пока доехали до студии, прошло минут 20, наверное. Я на 20 минут задерживаюсь, приезжаю в эту студию, захожу, открываю дверь и смотрю, а там ее уже снимает, типа, штатный фотограф от студии, скорее всего, админ студии. И она поворачивается, и она поворачивает ко мне голову, говорит, мы ваших услугах больше не нуждаемся, типа, можете ехать домой. И у меня, у меня просто как, у меня просто холодным потом обдает. Я никогда так отвратно в жизни себя не чувствовал. Мне просто так стрёмно было. Я просто, я запомнил этот урок на всю жизнь. И я с тех пор все записываю в календаре. Короче говоря, у меня все, абсолютно все записано в гугл календаре. Вообще все, там, не знаю, кроме того, что мне нужно сходить в туалеты, а все остальное вообще в гугл календаре записано. Значит, я еду в деревню, а у меня тогда еще был МТС, и, соответственно, я ехал в деревню, там нет МТСа. По пути мне сообщение приходит о том, что, Коль, хотим фотосессию. Я говорю, все будет, какого числа? Вот такого числа. Все, договорились, я вас записал. Я записываю в календарь. Но, по всей видимости, это было в тот момент, когда мы пересекали границу, где еще ловил МТС, и где он перестал ловить. Короче говоря, получается так, что я, по всей видимости, записал, видел. Он какое-то время повисел в кэше этого приложения гугл календаря. А так как я не выходил на связь неделю, то он как бы, все, пропал. Но я об этом абсолютно спокойно забываю. Проходит там почти месяц, наступает день Икс, я с утра встаю и чувствую, что что-то, прям вот чувствую, что что-то какие-то дела. Смотрю в календаре, ничего нет, пустота полная. Я думаю, блин, как так интересно получилось, что я же готовился к работе, а как бы к работе нет. Думаю, ну ладно же, слава богу, какой-то день, в кое-то веке сяду, посмотрю киношечку. Сел, включил киношечку, еще как полагается, вот как встал, как проснулся, так же, все, киношечку буду сейчас смотреть. Тут звонок, звонит мне белая студия. Это говорит, типа, Николай, а вы где? А еще мне при чем записано, белая студия? Белая студия? Белая полна, белая полна. Пусть будет белая студия лучше. Администратор говорит, вот это какая-то фотостудия, администратор, а вы где? Я думаю, в смысле вы где? Ну, вообще, в смысле. Но отвечаю, я говорю, еду. На всякий пожарный. Я говорю, а что? А у вас клиенты, вы это уже здесь, полчаса здесь уже, говорит, как здесь. И у меня, естественно, всплывает, что на эту дату, та самая съемка. Я говорю, да я уже вообще заумну. Естественно, будь здоров, правда, видите, не вру. Я, короче, естественно, все бросаю, быстренько-быстренько закидываю все в рюкзак, еду на съемку в таксичке. Благо, это уже было, ну, типа, какое-то время назад, когда Яндекс.Акси уже работал, то есть быстро можно было вызвать. Приезжаю туда, все, начинаем съемку. Говорю, ребят, я извиняюсь, говорю, там, случилось что-то, как-то получилось. Полчаса продлим. Можно продлить? Можно продлить. Все, говорю, без проблем. Вот я на полчаса опоздал, грубо говоря, вот на полчаса мы продлим. Лучше бы я этого не говорил. Ну, за мои деньги, конечно, да. Но лучше бы я этого не говорил, почему? Потому что, как бы, я же не готовился к тому, что будет работа, правильно? Я снимаю примерно полчаса. Там, кстати, семья с ребенком приехали. 180 километров ехали в Самару на фотосессию. Я снимаю, через полчаса у меня в аккумулятор садится. Запасного у меня нету. И я такой, ну, приплыли. А у нас вот эти полчаса продления. У меня камеры все. Я, конечно, когда мне сам подходил, говорю, нету случайно какой-нибудь камеры? Ну, так, не завалялось в уголку или батареечки. Ничего нету, что делать? Я просто вытаскиваю телефон из кармана. Говорю, сейчас это, чуть-чуть поменяется формат. Будем снимать на айфон. Да, ну, короче, все. Я провел фотосессию оставшиеся полчаса на мобильный, на айфон 6s. Немножечко сначала офигели. А потом они, наверное, я думаю, что когда они смотрели фотографии на облаке, куда я скинул, я думаю, что они не поняли. Да, потому что я постарался, во-первых, по обработке подвести, во-вторых, если ты не увеличиваешь, то ты особой разницы не увидишь, когда на телефоне, тем более смотреть. В общем, вот так вот. Айфон 6s, да, но это вот как раз тогда. Вот, этот. Лучше, чтобы всегда все было заряжено, много флешек, во всех карманах аккумуляторов и камеру штуки две. Дополняющая история, к дополнению, которая была дополнением к истории Коли, я расскажу историю про сломанные фотоаппараты. В общем, как-то моя знакомая, близкая, позвала меня поснимать юбилей ее отца. У меня тогда была камера Canon 60D, или 600D, 600D. Вот. Это была зима. В общем, приезжаю я на этот юбилей, снимаю, все окей, со вспышечкой, все хорошо проходит. И где-то через полтора часа я щелкаю и понимаю, что у меня половина кадра просто черная. Я не понимаю, что происходит. Разбираю фотоаппарат, вроде все ок. Я его открываю, начинаю щелкать и понимаю, что там шторка сломалась на камере. Все, я в панике, у меня еще полтора часа заказано. Понятно, что, ну, блин, полтора часа отснял, а основное какой-то вот там подарок супер должны были вручить, еще не отсняла. Ладно, я подбегаю к этой знакомой, а она тоже фотограф. Говорю, блин, может быть, ты случайно с собой взяла камеру? И, о да, она взяла с собой камеру свою. Там было что-то Canon 1200, по-моему. Вот, в общем, половину этого всего мероприятия я сняла на ее камеру. Потом я отнесла в техобслуживание эту камеру 600D. И мне сказали, что это будет, короче, она стоила, типа, 15 тысяч замены этих шторок. А эту камеру можно было продать за 10, потому что она была старая. Вот, и в итоге я взяла в рассрочку новую камеру. И пошла где-то через неделю снимать заказ. Мне купили подарочный у меня сертификат. Это был парень, ему подарили. Я пошла его фотографировать в студию, прихожу, начинаю снимать. Это, если что, все еще продолжение этой истории. Я снимаю где-то полчаса, и потом у меня камера перестает включаться. Я не понимаю, что происходит. Я поменяла, не знаю, я сняла объектив, пощелкала, вытащила флешки, вытащила аккумуляторы, а она просто не врубается. Вот, я подхожу к администратору, говорю, может быть, у вас есть камера. Но тут мне не подпортило, у меня не было камеры. В итоге мы сняли только полчаса, ну, то есть выбора просто никакого не было. Я пощелкала там немножко на телефон, но как так, рилсы, типа, не рилсы, а видосы тогда в ТикТоке сейчас были популярны. Сняла пару видосов для ТикТока, вот. Отнесла эту камеру, как это называется? Таймс? 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 Да, вот. По гарантии мне ее посмотрели, сказали, там либо матрица была сломана, либо что, что-то там, короче. Это была новая камера, типа, я ее купила. Кэнон, Кэнон. 77D, Кэнон 77D. Вот. И там вот что-то техническое было неправильно. Вот. Меня починили, но за две недели у меня сломалось так быстро и резко две камеры. Эй, йоу-йоу-йоу, с вами Сергей, фотограф. Серьез, это человек долго ждал. В общем, была у меня такая история. Снимал я второй день свадьбы. Свадьба, второй день этой свадьбы был в коттедже, там была куча гостей. Съемка прошла просто высший класс. Я обработал все две флешки, которые я наснимал. Отправил молодоженам. Вот. И тут мне пишет один из гостей в телегу, типа, типа, все супер, фотки красивые. Но где на фотках я? Типа, я не нашел себя ни на одной фотке, хотя я точно помню, что ты меня снимал. Я просматриваю все фотографии. Ищу, блин, этого чувака на фотках. Смотрю, он везде где-то вдалеке, где-то размытый. В общем, нигде нет нормальных фоток, где четко виден он. Я такой, ну, чувак, типа, тебя нету, ты, типа, везде где-то шкеришься по углам. Ну, типа, да, типа, куришь, пьешь пиво, где-то вообще безучастный какой-то. Ну, я ему так не говорил, я про себя так думал. Сам виноват, собака, блин. И проходит какое-то время, может быть, недели, может быть, недели и два дня. Мне, короче, нужно готовиться к съемке, к другой. И я проверяю, какие флешки я могу с собой взять. Мне нужна флешка на 64 гигабайта. Я вставляю в комп флешку на 64 гигабайта, смотрю. А там, оказывается, я не на две флешки снял, а на три флешки снял эту свадьбу. Я обнаруживаю третью флешку с этой свадьбы, про которую я совершенно забыл. Фотки, с которой я не обрабатывал. И на этой флешке все нормальные фотки этого чувака. Я такой... Я уже, я причем хотел уже эту флешку форматировать такой. Но она давно тут лежит, наверняка на ней ничего полезного. Типа, отформатирую сразу. И я на всякий случай решил посмотреть, что на ней. Хорошо, что я это сделал. Первый же, типа, в первом же делом пишу этому чуваку. Чувак, извини. Вот. Типа, 20 фоток, где есть ты. Ну, примерно. Извини, чувак. Типа, не сразу. Обработал. Не сразу все. Все на позитиве. Все восприяли. Причем вообще никакого скандала. Хочется еще рассказать одну историю гневную на самарских ведущих. Свадебных ведущих. Свадьба. Ребята приехали из Сызрани или вот что-то на С, не Самара. В общем, такие, ну, простые ребята. Да, наверное, сама из Саратова. Заказали съемку на весь день. Все проходит нормально. Мы фоткаемся. Приезжаем вместе с ними. Я на своей машине приезжаю в ресторан. Они на пару минут раньше заходят меня в ресторан. Пока я парковал машину, собирал стойки со своей машиной, чтобы пойти раскладываться. Выбегает на улицу, извиняюсь, именно Тамада, не ведущий, а девушка Тамада. С криками, ну ты где? У нас уже все начинается. Хотя молодожены зашли передо мной буквально за 2 минуты, наверное. Я вот со стойками, у меня 4 стойки, рюкзак, там все оборудование. В шоке, не понимаю, что происходит. Захожу в ресторан, уже все гости стоят на велком зоне. Молодожены уже готовы фоткаться, уже чуть ли не поздравления объявляют. И я такой, здрасте, со стойками всеми захожу. У меня страх, непонятно, что делать. Почему меня не предупредили? Ругаться не вижу смысла, потому что все гости стоят и ждут меня. Хорошо, дают мне пару минут, чтобы разложить стойку. Я раскладываю, ставлю вспышку. У меня вспышка не включается, синхронизатор не работает. У меня уже руки трясутся, думаю, что делать. Ладно, надо бы вопрос быстренько решать еще. Ведущий, извиняюсь, тамада попалась неопытная. Как правило, ведущий должен этот момент растянуть как-то и сгладить, пообщаться с людьми. Вроде люди типа опытные, много свадеб провели, но так как низкий уровень профпригодности, она забила на это все кое-что. И единственное, чем она отвлекла гостей, это просто спросила, как у вас дела. Ну, в общем, не суть. Прошло минут пять, я пытался поставить свет, вспышка не работала. Я забил на это все и решил снимать так. Просто ИСО поднял, думаю, потом вытяну. Отснял я в итоге половину гостей, поздравлений. Заходят видеографы еще через 10 минут, тоже не понимают, что происходит. Я уже стою в поту, всех фоткаю. Он такой, а что здесь вообще типа происходит, почему начали без нас? Я говорю, я задаюсь таким же вопросом. В итоге я отснял парад гостей так, он ничего не снимал. И потом подхожу к ведущему, там был тандем, муж с женой. Муж диджей. Блин, это не надо было говорить. Скажи, выйдите, пожалуйста. А то если я скажу, что... Там можно будет и понять, кто это. А если ты скажешь еще и имя, фамилию? А я не помню. И вот тут ссылка, да, будет? И да, да. Ну вот этот тип. Ну в итоге я подхожу к ним с гневными претензиями, типа вы что, какого фига начали, вообще построили гостей, если нет фотографа и видеографа. Для кого, типа, это все? Для кого парад гостей, если никто не фоткает и не снимает? Они такие, ну у нас тайминг, мы, типа, не успеваем. У нас программа, мы должны все это сделать. Я такой, ладно. Чувствую, вечер обещает быть веселым. Ну и что вы думаете? На протяжении всего вечера я подхожу к ведущей, к тамаде, пытаюсь выяснить, что будет дальше, чтобы подготовить свет у них. Потому что был фейерверк на улице, мне нужно было заранее вынести свет. Хоть я и свадеб не так много отснял, но я понимаю, что вся сопливая часть, скажем так, должна быть в конце, и у тебя должен быть очаг, и уже в завершении потихоньку выходим на улицу. А эти ведущие делали дискотека, потом очаг, потом ответное слово, дискотека, потом еще что-то, потом опять дискотека, и потом уже пошли. От молодоженов себе я узнал потом, что ведущие сказали, что я... Как же меня назвали? Слишком борзой. Типа, что я их заебывал вопросами всякими за весь вечер. Тайминг они неправильный, типа, сделали, составили. И вот меня назвали борзым, оказывается. Вот, вся история. Молоды хорошие, дорогая. Ну... Слава тебе борзая. Значит, история про объектив. Я тоже как-то, вот как и Серега, ронял. У меня была история простая. Мы после небольшой свадебной съемки приехали отметить с ребятами. Ну, то есть, это были мои друзья. Мы сидели в кафешке. И тут, я думаю, надо поменять объектив, чтобы красиво сфоткать букет, пока мы сидим, пока там нам несут, значит, какие-то еду, напитки. И я делаю следующее. Я ставлю камеру на стол, нажимаю кнопочку, откручиваю объектив. То есть, он как бы находится в положении «вытащи меня». И я полез, пока он в таком положении находится, в сумку за другим объективом. Соответственно, пока я туда лазил, пришли девчонки и такие, типа, начали что-то про что-то говорить. Я отвлекся. И они говорят, а можно фотки посмотреть? А я уже забыл, что у меня объектив находится в этом положении. То есть, еще раз, у меня объектив кверху, камера лежит на экране, грубо говоря. Я просто хватаюсь за ручку и вот так поднимаю. Соответственно, объектив и падает вниз. У меня это 85-ка. С одной стороны бленда, с другой стороны ничего. Ну, разумеется, он только что из объектива, из камеры. И она так, я прям вижу, как это падает. Прям на бленду. Пружинит от бленда, бум, на байонет и снова на бленду. 1,8. Благо. Я поднимаю и уже, в принципе, к тому моменту я довольно долго снимал. Я такой просто попробовал вставить, не вставляется. Убираю в рюкзак, вставляю другой объектив, продолжаю что-то там это все делать. Ребята такие, ой-ой-ой. Я говорю, да ладно, все, забейте. Мы хорошо отсидели этот вечер. Я пришел домой уже, там не литр был алкогольного. Там чего-то было больше. Ну, я просто пришел домой и такой, так, 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 что я, что я? Объектив что-нибудь не починю, что ли? У меня образование, в конце концов, высшее, блин. Ну, я беру просто плоскую отвертку. Ну, я вижу, что у байонет, да, вот так постучал. Не, я вижу, что байонет просто чуть-чуть погнутый. Я попытался отверткой плоской поправить байонет. Ничего не получилось. Ну, в конце концов, я просто отдал этот объектив, понятное дело, на ремонт. Мне поменяли байонет, и у меня он мазал. Но в свою защиту я его, когда продавал, я, правда, сказал, что я его ронял. Вот, это я все-таки тут. Да, меня можно не блюрить. Действительно. Дополняем историю про Тамаду. Есть большое различие между ведущими и Тамадой. Вот, в общем, недавно была на свадьбе. Этот заказ мне прилетел экстренно. Это были ребята из южного города. У них слетел фотограф и ведущий. Фотограф сломала руку, а без голоса осталась ведущий. Прилетает мне заказ. У них разделилось на два дня. Приезжаем вместе в ресторан. Ну, как ресторан? Это было кафе. Это было их кафе. Это было в Николаевке. То есть кафе не было в Николаевке? А? Их кафе, да. Они праздновались в своем кафе. Оно было на въезде в Николаевку. А до этого мы остановились в лесу. Сфотографировались дымом цветным. Но это получилось хорошо. Вот. В общем, приезжаем в это кафе. А я до этого спросила у жениха с невестой, кому я могу позвонить, сказать, что мне нужна будет розетка, чтобы подключить ноутбук. Вот. Они сказали, да, мы сами скажем. Естественно, они никому не сказали, потому что я пришла. Там сидит диджей-мужчина такой старенький уже и женщина-взрослая. Я говорю, мне нужна розетка, подключить ноутбук. Она стоит на меня, глазами хлопает вот так вот. Минуту, наверное. Я стою, жду, может, она думает она или что. Она стоит просто вот так вот демонстративно на меня. Я говорю, что? Она такая, зачем тебе ноутбук? Я думаю, блядь, какая тебе разница? Ну, серьезно. Тебя, ну, какая тебе разница, зачем мне ноутбук? Говорю, ну, мне нужно. Она такая, ты давно фотографируешь? Я такая, ну, 4 года, типа, активно. Она такая... Вот так вот она на меня смотрела. Вот. В общем, я еле выбила доступ, разрешение к столу подойти, потому что она просто втупляла на меня почему-то. Я подхожу, там сидит диджей, я говорю, можно воткнуть вот в этот удлинитель? А он какой-то древний такой, грязный. Думаю, блин, ну, что делать? Нужно так нужно. Он говорит, не, сюда нельзя. Тамада это достает какой-то удлинитель из пакета, а диджей такой, ты что, типа, чужие вещи берешь? И так на меня смотрит, как я отреагирую, я на него смотрю, типа, я вас сейчас тут, блин, всех убью. Он, в общем, не хотел мне давать удлинитель, как я понимаю. В итоге увидел мой взгляд и такой, сейчас я подключу. Подключает, ладно, все, я расположилась. Начинается мероприятие, выстраивается вот этот вот парад гостей. Не парад, а парад. Две коридор, да. Я встаю, там мамочки стоят с этим, в каравае. Стою за ними, начинаю сфотографировать. Ведущая там обвиняет, объявляет всех, объявляет жениха с невестой, они поднимаются. И тут она начинает меня за локоть тащить, типа, иди отсюда снимай. А я уже снимаю их, они уже зашли. Я ей вот такая, типа, да у меня все нормально, отпусти меня. А она меня все тащит за локоть и тащит. Я думаю, ладно, мы с ней точно подеремся в этот вечер, наверное. Еще где-то полчаса она вокруг меня бегала, пыталась меня поправить, чтобы я снимала там, где нужно ей. Но в итоге, через полчаса, видимо, потому что я ее вот так вот подпихивала, она от меня отстала. И потом мы даже немножко подружились. Она рассказала мне про всю свою жизнь. Она сказала, кем работает ее дочь. Рассказала, кем работает она еще помимо этого всего. Но первые полчаса мне хотелось ее убить, прям вот честно. В общем, да, первый взгляд такой. На тамаду, и она думала, потому что я молодая, что мне нужно будет помогать. Оказалось, наверное, все-таки ей помощь нужна. А еще самое такое, у них бабушка с дедушкой, вместе 49 лет. И почему это именно тамада, они ведущие? У нее были очень много пошлых шуток. И она просила вот этих бабушку с дедушкой целоваться в засос при всех. У меня нет слов. Топовый ведущий. Покажите, как надо целоваться. Да, да, да. И она еще именно такая, снимай, снимай, снимай. Да, да, ты успела, ты успела? Поближе, поближе, смотри. Слышь, это кровь. А мне хватило глупости сказать, что я не успела. И она заставила их второй раз это делать. Я просто, ну я так, нет, она такая думаю, блин, зачем я это сказала, тупая твоя голова. Вот. Они вот в моей вспоминали, как тут засос целуются. Да, а они-то в щеки вообще целуются, но взрослые, старенькие люди, много лет. Ну, в общем, это трэш. Это полный кринж. 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 Ля кринж. Что кринж? Первый день случается просто череда приколов. Я не буду снимать, если так долго будет идти. Подожди, по словам? Чак, нет, чак-чак. Поднимать бунт, восстание, почему нету, короче. Просто, это я не придумываю, так и было. Продолжение следует.